Всем привет, мои дорогие друзья! С вами Дарт и сегодня это одна из заключительных серий по стандартному парку Jurassic Park Builder. Сегодня вы увидите трех животных на последнем уровне эволюции, останется еще четыре, но я их буду совмещать с сериями по морскому парку, чтобы так экономнее происходило и интереснее. Первое животное это у нас Традон. В течение недели самка откладывала подвайца в день, о которых заботился самец. То есть они вдвоем все-таки, как сказать, заботились о потомстве, иначе что у нас будет такой коричневый с зелеными полосочками. Точнее, не коричневый, а такой... О, отлично. Вот так у нас будет выглядеть Традон на последнем уровне эволюции. Сила 330, здоровье 2750, урона 284 до 2706. Довольно-таки сильные. Раптор сильное животное. Так, уронозавр. Некоторые ученые считают, что на его спине был не парус, а горб, в котором находился жир, то есть как у верблюдов, и с помощью него он выживал в пустынях, так как воды там было найти трудно, а с помощью жира он его растворял, и тот превращался в воду и... от... как сказать-то... О, это обезвоживание, это животное так защищалось. Но это всего лишь Традон. Так вот у нас красиво будет выглядеть уронозавр на последнем уровне эволюции. Сила 607, здоровье 4576, урона 289 до 1735. Довольно-таки мощный. Сделан очень мелкий, мне кажется. Вот эти вот полоски, они придают, конечно, эффект. Раз он так, дальше. Это у нас игуанодон, с греческого его название переводится как зуб игуаны. 500 раз я уже говорил, как мне не нравится его окрас. Вот эти глаза еще вперед устремлены, он как будто, знаете, обдолбанный какой-то. Окраска какой-то уж слишком... И броска. Как он с таким окрасом от хищников прятался, я не знаю. Так, значит, сила 504, здоровье 3800, урон 240 до 1440. Но для, скажем, для последнего... В одного из последних животных, покупаемых за очки, ты довольно-таки сильный. Так, это кто у нас? Паза уролов. Такие же движения делают. Абсолютно идентичные движения. Так, следующее у нас это Альбертозавр. Нет, это не Альбертозавр. Это у нас скорее Дриозавр. Давайте посмотрим. Да, это кто? Это похеренозавр. Я про него что-то и забыл. А, похеренозавр. Ну, череп похеренозавра относился к трем самым крупным черепам динозавров. У него был один из самых больших черепов по размерам. То есть, на первом месте, по-моему, идет Таразавр. На втором Трецератопс. На третьем, видимо, похеренозавр. Пока нет. Значит, синяя краска... Синяя краска с такими черными полосками, пятнами и смотрится на нем добротно. Но очень даже... Так, Альбертозавр. Ну, Терекс является дальним родственником Альбертозавра. Или можно сказать так, что Альбертозавр это... Примитивный тиранозавр или... Молодую... Какой-то не знаю. Но это... Тернозавры появились вот из таких вот Альбертозавров. Не прямо, конечно. Вот какие-то были переходные формы, видимо. Вот так у нас будет выглядеть Альбертозавр на тридцатом уровне эволюции. Такой коричневый, бледно-селеный. Почему три пальца, два должна быть? Я убью вас. Я убью вас. Так. И... Это у нас вот триазавр. Да. Светло-зеленый с темно-зелеными пятнами. Экстравагантно. Необычно. Невероятный окрас. Давайте попробуем. Передние конечности дырязавра имели по пять пальцев. Хотя здесь на модельке только три, как я вижу. С помощью этих пяти пальцев это является примитивной чертой орнитопод. Ну... Так. Орнитоподы это вот все вот растительноядные в основном, кроме зауроподов, все остальные травоядные динозавры являются орнитоподами. То есть птиц с тазовыми динозаврами. Вот. И у них было в основном по три, по четыре пальца. А пять пальцев это уж... Точнее по четыре у них было. А вот пять пальцев это является примитивной чертой. Ну, значит... У него было по пять пальцев с помощью очень гибких передней конечностей. С помощью них он подтягивал себе листья с ветками, чтобы питаться. Как бы, если, допустим, не дотягиваться шеей. Ну, хотя, мне кажется, шея у него длиннее лап. Зачем лапой хватать, если можно головой дотянуться? Ну, я не знаю. Это... Ученые сказали, не я. Жалко, что дриозавра нету в Jurassic World The Game. Там добавили много новых, которых вообще не было ни в одном фильме, даже ни в проекте, ни в игре, вообще нигде не было. Зато не добавили и основных динозавров, которые были в фильме, допустим. Ну, не фильм, или хотя бы с билдера могли бы всех добавить. Так, ну и последний на сегодня, это Эдмонтазавр. Имел регулярную смену зубов, а во рту зубов у него было около 1000. Тоже опять просто невероятный окрас. Вы посмотрите, он светло-зеленый с темно-зелеными пятнами. О, боже мой. Вообще просто, а-а-а-а. Для тех, кто не понял, сейчас это была минутка сарказма. Ну, вот здесь как-то на нем тоже это... Как-то круче смотрится. Ну, давайте. Че по миссиям. Ну-о-о! Че ты мне не даешь ничего, идиот? А, ты че не даешь? Класс. Миссии глюкнули. Спасибо, игра. Спасибо. Переместить пять хищников. Так, ну, думаю, вот так будет круче. Это два. Такой маленький, окричишь, как взрослый. Так, это четыре и вот. Ты мне остальные миссии дай. Че за фигня? Супер, вообще. А-а-а. Ну, да. Все-все, не кипишуй. Компьютер. А, коллекция с динозавров 20 раз. Понятно. Еще шесть. Так, и нужно 44 тысячи из динозавров. Ой, 440 тысяч. Я думаю, что мне не хватает? Офигеть. 440 тысяч. Ну, давайте посмотрим. Ну, давайте посмотрим. Так. Что-то еще хочешь? Чешхама. Феррисвилл, муфы, критецерского, астара. Отлично. Это у нас в Феррисвилл, да? Да. Так, и критецерс. Миловые. Миловые. Пару розиков. Пару розиков. Не дает, вообще дает. Просто не знаю, что мне с этим опытом делать. Билл-то синь-дуал. Ну, понятно. Значит, это сам уже выполню, потом за кадром. Ну, что ж, надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, хорошего настроения. С вами был Дарс Сириус. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok